еще раз всем добрый вечер я попрошу пожалуйста по десятибалльной системе поставить как меня слышно и видно так ничего не хрипит не шумит не скачет все нормально всех благодарю хочется всех 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 перечислить михаил новосибирск мих миша привет так 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 юра зубера приветствую всех кто всех кто пишет как меня слышно и видно хочется поприветствовать итак дорогие друзья начинаем наш вебинар авторский вебинар мой авторский вебинар он не повторяется никогда тема у нас будет продолжаться та тема которую мы начали и на следующем вебинаре мы проведем с вами такой отдельный знаете мини тренинг для себя я проведу его и для вас тоже самое то есть повторение мать учения и на та информация которую вы получите она будет очень короткой но очень жесткой такой емкой информации и кое-что еще я вам скину и хочется сегодняшний вебинар начинать с того но в тех новостей которые прежде всего важно знать лидером но и не лидером то же самое в головной компании и у нас в компании фондах появилась такая возможность возврат средств за неиспользованные билеты экофеста это очень важное по своей структуре то есть это знаю что это несколько десятков человек которые не смогли по разным причинам поехать на вебинар на наш экофест прошу прощения и то есть есть все появился шанс возвратить средства за неиспользованные билеты а сколько бы они там не стоили 15 20 или 25 долларов так вот дорогие друзья для того чтобы это сделать необходимо обратиться к вашему ну во первых кабинете посмотреть если вы сами сможете если нет то обращайтесь к вышестоящим вашим партнерам а для того чтобы это сделать это очень-очень для многих людей это будет хороший знаете такое подспорье в том плане и это это означает еще то что компания выполняет свои обещания свои обязательства я думаю что вы все с этим согласитесь если вы с этим согласны поставьте там не знаю днер очки восклицательные знаки плюсики то есть эта новость ее важно важно она может быть такая не супер супер глобальная что если я вам объявлю когда будет точно у нас закрыт вход корневую систему я думаю что вы все хотите это услышать правильно напишите кто хотел бы узнать когда будет закрыт все таки вход корневую систему кто кто напишет да хотим узнать я хочу просто посмотреть кто это хочет узнать если я скажу что это будет очень очень скоро очень скоро скажите это хорошо или нет опять же напишите да или нет что очень скоро вход в корневую систему будет закрыт вход будет закрыт кто Кто хочет узнать, пишите, да, хочу знать или просто да, 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 пишите, 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 здорово, да, замечательно. Так вот, а теперь следующий вопрос, просто задайтесь вопросом, а хорошо ли это будет для нас, что завтра вход в корневую систему будет закрыт, насколько это будет для вас хорошо или плохо, просто напишите, хорошо или плохо. Что я вам скажу, я вам могу объявить, допустим, следующее, что через 45 дней вход в корневую систему может быть закрыт. Хорошо это или плохо? Пишите, хорошо это или плохо. Я бы хотел, конечно, вам сказать еще следующую вещь и задать такой вопрос, провокационный вопрос, очень провокационный вопрос, почему это будет хорошо для многих, а почему для других это будет плохо. Лично для меня я скажу свое мнение, то есть, знаете, мы с вами как бы играем в такую небольшую игру, в хорошую игру для того, чтобы было понимание, что чем быстрее будет закрыт вход в корневую систему, тем меньше у нас и у вас, и у ваших друзей, родственников, знакомых окажется шанс иметь акции нашей корневой системы. Просто подумайте, что я объявлю, что через 45 дней будет все закрыт, закрыт вход в корневую систему. Естественно, что будет ажиотажный спрос первоначально, но потом это будет, знаете, такой момент настанет, в любом случае этот момент настанет, когда вы будете очень сожалеть, что у вас не было шанса еще дополнительно приобрести хотя бы небольшой пакет акций. Для того, чтобы в момент, когда, ну как Сибиряков Сергей Анатольевич сказал, я, собственно говоря, сегодня немножко общался с Игорем Викторовичем Бабуриным, но этот вопрос провокационный я ему не задал. В том плане, что когда возможно, что начнется обратный выкуп, то есть или вторичный выкуп, или обратный выкуп. Это вопрос, я думаю, что прояснят нам на ближайших вебинарах, прояснят как Сибиряков Сергей Анатольевич, так и Виктор Тарасов. Ну, надеемся, что он это нам прояснит после общения с Игорем Викторовичем Бабуриным и, естественно, с финансовым директором головной компании и с Анатолием Датчеминицким. Хотим мы или не хотим, но это так. Так, отговорка растягивания процесса, это что такое, отговорка для растягивания процесса. Нет, Анатолий, это немножко не так, хотя вы тоже, ну, в общем-то, в каком-то, в какой-то мере вы тоже правы. В том плане, что хочется все это быстрее. Но еще раз повторю, знаете, вот это мое личное мнение, что чем дольше этот будет процесс идти, тем больше у нас будет шансов, так как я лично приобретаю пакеты ежемесячно. То есть ежемесячно я открываю новые рассрочки и беру, и беру, и беру пакеты. Кто из вас постоянно, то есть даже если вы закрыли рассрочки, дорогие друзья, моя рекомендация будет только одна. И эта рекомендация основана на определенных фактах, на анализе, на основе того, что компания, как говорит особенно Бабурин Виктор Игоревич, и его поддерживает полностью Тарасов Виктор, то есть два Виктора. То есть они говорят о том, что чем этот процесс будет вообще, во-первых, грамотным, а во-вторых, чем дольше это будет, тем лучше для нас. А закрыть вход в корневую систему и как можно быстрее потом выйти, или даже не быстрее, а грамотно и правильно выйти на биржу. Вот это, кстати, было отражено на воскресном вебинаре, просто потрясающе, я вам утверждаю, потрясающий, невероятный вебинар прошел в это воскресенье. Виктор Тарасов разложил по полочкам все моменты, которые связаны с акциями, что может происходить, какие акции, привилегированные, простые и так далее, и так далее. Разбор был полнейший. Рекомендую, ребята, у кого есть это под рукой, сбросьте сюда, скопируйте и это, пожалуйста, послушайте. От начала и до конца, просто от начала и до конца. Повтор этого вебинара будет, но его повторить один в один невозможно, но повтор этого вебинара будет 13 августа. Почему? Потому что Виктор Тарасов сейчас находится в отпуске, находится он в Турции. Все, не только с семьей, но там он собрал с собой всех-всех родственников, они отдыхают. Да, Игорек, большое спасибо. Кстати, Игорь, мы сегодня пообщались с тем человеком, который ты мне передал. Мы с ним завтра уже этот вопрос решим. И то есть тот вопрос, который был, Игореша, у этого человека, этот вопрос я ему подскажу и помогу его сделать. То есть решить этот вопрос. Вот, дорогие друзья, вот это я коротко выпалил, наверное, новости. Ну, а новости, которые у нас публикуются, не только официальные новости, я подчеркиваю, дорогие друзья, будьте, пожалуйста, внимательны, будьте внимательны. На последнем нашем лидерском сборе было подчеркнуто, очень четко подчеркнуто, что информацию надо выдавать очень грамотно. Грамотно в том плане, что, как вы знаете, обещай меньше, чем можешь, но сделай больше, чем обещаешь. Еще раз повторю, обещать меньше, чем можем, а сделать больше, чем обещаем. Вот это очень-очень важно понимать. Понимание того, что пообещать человеку что-то, что завтра у нас закроется вход в корневую систему, что послезавтра мы выйдем на IPO, это неправильно. Это неправильно. А вот то, что сказал, опять же, я подчеркиваю, что сказал в своем обращении Анатолий Данчевиницкий, просто задумайтесь, задумайтесь. Дорогие друзья, мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. И все мы с вами являемся совладельцами данного бизнеса. А уже такие разговоры, вы знаете, они все равно есть разговоры, они присутствуют. И вы слышите тоже постоянно, что обманут, не обманут, что-то еще. Но, дорогие друзья, те, кто был на Экофесте, те, кто прочитал книгу Анатолия Данчевиницкого, о Юницкий, сейчас новая книга вышла, переработанная книга, дополненная книга. Прочитайте все это, есть в электронном виде. Пожалуйста, прочитайте, вникните и поймите, что человек, который, команда, которая посвятила всю жизнь этому, это именно команда. Команда. Анатолий Данчевиницкий, это Коцарева Надежда, это человек, который 17 лет уже работает вместе с Юницким, это, конечно же, Сибиряков Сергей Анатольевич. И, что бы там ни говорили, я, в общем-то, в душе ожидал, что именно монументы Сергея Анатольевича Сибирякова будут поставлены. Я думаю, что он будет, в конечном счете, поставлен. Монумент, человек, который 17 лет вместе с Анатолием Данчевиницким, что бы там ни было, но он 17 лет с Анатолием Данчевиницким. Точно так же, как Игорь Викторович Бабурин, человек, который столько делает, что мама родная. Можно перечислять многих-многих людей, мы общались буквально на днях, общались с Артамоновой Ларисой. Действительно, Артамоновой Ларисой говорит, ну как, вот хочется, чтобы отметили всех-всех-всех. Почему? Потому что без нас, без каждого маленького винтика, винтика маленького, хочется сказать, маленького, хочется сказать, огромного винтика. Я об этом говорю на вебинарах постоянно, что вот кого больше оценить, те, кто вложил полтора миллиона, два, три миллиона долларов, или же, может быть, бабушку, которая, начиная с 2014 года, я сегодня, кстати, общался совершенно случайно с ССС Ларисой, да, Лариса, по-моему, Лариса, с Пятигорска. Лариса, если здесь, Лариса, так, пожалуйста, отметите, кто-то сказал, что она, вот у меня номер, регистрационный номер 210 в компании, а первый пакет акций я взял под номером 196. Так вот, она еще раньше меня, раньше меня взяла первый пакет акций, и с тех пор она ежемесячно берет пакеты акций, я не знаю, даже не для того, чтобы заработать сумасшедшие деньги, хотя это будет в конечном счете, а потом для того, чтобы это состоялось. Вот здесь понимание, чтобы это состоялось, дорогие друзья, если мы все, кто присутствует здесь, и передайте это своим людям, вот этот посыл передайте. Вот Новикова Татьяна пишет, у меня пакет первый 89, Танюша, поздравляем тебя, молодец, умничка, просто супер. И да, и групповую композицию, действительно, Танюша, такое пожелание, его тоже надо сделать, групповую композицию для тех, кто это начинал и это делает до сих пор, до сегодняшнего дня. Я думаю, что у всех эта возможность есть, даже минимальные пакеты по 25 долларов, по 50, не знаю, по 100, у каждого человека разные финансовые возможности. Но это нам надо делать, и не надо смотреть на то, что Европа, да, это здорово, это классно, Европа нам сейчас дает массу, вот огромные инвестиции дает именно Европа. Я думаю, что более 70%, а может быть и 80%, это Европа и Прибалтика. И да, это низкие поклоны, благодарность тем людям, которые работают там, это вся команда, ну я сейчас буду говорить, наверное, больше про Кэпитал, почему, потому что как бы больше с Кэпитал работаем. Но и Андрей Федорович Хавратов, точно так же Арманд мотается с Ольгой Шантино, мотается по всему миру, у нас же это пожалуйста, то есть Евгений Кудряшов, кажется, не спит, не ест, он вообще у него, это руководитель фонда Кэпитал, у него голова, не знаю, квадратная, треугольная какая. Я очень часто бываю в московском офисе, и когда я вижу, какие вопросы он решает на глобальном уровне, это открывать новые возможности платежей, это представьте, контакты с банками, это бухгалтерия, это гигантская работа. Инета Аджанова, Ирина Волкова, Лариса Артамонова, это все те люди, которые вот все это сделали, они нашли этих людей, они вот этих звездочек нашли, которые в дальнейшем дали огромные инвестиции. Это наши чешские партнеры, наши партнеры из Прибалтики, и низкий поклон всем, и Володе Маслову, кстати, у Володи Маслова, по-моему, на днях будет юбилей, Лариса сказала, будет юбилей, поэтому следите за новостями, все-все-все мы дружны, я думаю, поздравим его с днем рождения. Он проводит действительно тоже уникальные вебинары по вопросам, они связаны, перекликаются и с Виктором Тарасовым и так далее. Но еще раз прошу все-таки, ребята, особо, вот воскресный вебинар Виктора Тарасова прослушайте, обязательно прослушайте, у вас возникнут вопросы, пожалуйста, выходите в контакте на группу «Финансовая грамотность», группа компании Skyway от Тарасова, Виктора и Магасумова и Гузель. Пишите там эти вопросы, самые каверные вопросы, задавайте Виктору Тарасову, и вы получите действительно грамотный, профессиональный ответ. Как отозвался о Викторе Тарасове Сибиряков Сергей Анатольевич, действительно, это консервативный такой, независимый анализ, консервативный и независимый. И он является, может быть, наиболее объективным и грамотным. Почему? Потому что, как говорит Виктор Тарасов, о финансах я знаю все. И это на самом деле так, так как мы уже с ним знакомы очень и очень давно. Это наша команда, вот три человека, Магасумова и Гузель, это серый кардинал у нас есть, Виталий Серов, но многие его видели на Экофесте. Вот, и ваш покорный слуга, то есть мы командой работаем уже совместно, но скоро будет уже 10 лет. То есть, да, 10 лет, да, 10 лет мы работаем вместе. Вот, это я коротко, знаете, дорогие друзья, вот все это выпалил вам. Ну, и у меня огромная просьба в том плане, что как бы мы там, что бы там ни было, у меня всегда, я всегда прошу людей только об одном, следите за новостями. Следите за новостями и помогайте нам, помогайте. Помощь нужна от всех. Это не то, что, чтобы там вы платили или брали пакеты по максимуму. Дорогие друзья, малая толика, 25, 50, 100 долларов, это вот гигантская река. Ручейки, которые создают гигантский, действительно огромный финансовый поток. И еще раз низкий поклон тем, кто от самого начала и берут пакеты, продолжают. Что бы там ни случилось, и не надо на этом успокаиваться, что я внес свою лепту и больше мне ничего не надо делать. Хотя и этим людям тоже поклон. Но старайтесь все-таки брать, продолжать пакеты. Берите, берите, берите. Это очень и очень скоро вы почувствуете момент истины, момент X, когда у вас появится возможность увеличить свои вложения в несколько раз. Я говорю, не в сотни, пока в несколько раз. А в дальнейшем это может быть и в сотни, и в тысячи раз. Вот все-все-все так настолько быстро выпалил, что... Теперь, дорогие друзья, вернемся к тому, что с вами мы рассматривали буквально на прошлом нашем вебинаре. В предыдущий вебинар у нас не было, я думаю, вы его в новостях слышали. То есть в Крыму была авария, была очень крупная авария. Весь Крым был без электричества, и в момент, когда оно подключилось, у меня не было доступа в интернет. Я передал, позвонил человеку, он вошел по модератской ссылке и сделал рассылку, что мы переносим. Это, я думаю, в новостях вы... Новости были, собственно говоря, везде. Ага, Гузелечка звонит. Ну, ладно, чуть попозже с ней пообщаемся. Итак, дорогие друзья, помните, да, домашнее задание. То есть я просил вас, просто просил не для меня, а для себя, прежде всего, понимание и осознание, что вам нужно для того, чтобы почувствовать себя богатым. Что вам нужно для того, чтобы почувствовать себя богатым. Сколько вы должны заработать для этого денег и как. Я думаю, что многие из вас это помнят, и если вы для себя это сделали, это задание, это замечательно, чудесно. Если не сделали, запишите, пожалуйста, для себя и это задание, вот просто поиграйте с этим, немножко поиграйте. Это очень важно. Вы для себя очень многие моменты откроете. Что вам нужно для того, чтобы чувствовать себя богатым. Богатым, прежде всего, в финансовом плане. Я не говорю про духовное богатство, что-то еще в финансовом плане. А что первично, что вторично, вы уже тоже для себя определите. А в дальнейшем, на следующем нашем встрече, вот этот тренинг, который я буду проводить и для вас, и для себя, прежде всего, как я говорю, повторение мать учения, и сколько вы должны заработать для этого денег, и главное, как. Так, я вам напомню, безденежье может передаваться по наследству, или так называемое приобретенное безденежье. Что такое по наследству? Что такое приобретенное безденежье? Как? Я думаю, вы сами о многом можете догадаться. Что такое по наследству? Это родители, это наше воспитание. То есть, если ваши родители, наши родители были небогатые, то, скорее всего, они вам передавали вот именно вот это, даже не то, что передавали, а помните, да, про барские замашки, я вам напоминал, барские замашки. Кто слышал такое выражение, я вам еще раз напомню, просто для себя отметьте. Если вы слышали барские замашки, значит, у вас генетическая есть предрасположенность быть богатым. Теперь вам осталось еще сделать несколько таких простых шагов, кое-что осознать и кое-что применить для того, чтобы это свершилось. Барские замашки. Так вот, по поводу безденежья, который передается по наследству, это прежде всего родители воспитания. И на прошлом нашем вебинаре мы говорили про, хотим мы или нет, но это так есть, действительно, как говорят евреи, раз родился евреем, значит, ты должен быть богатым, ты просто обязан быть богатым. Это то же самое, что если ты родился на Кавказе, ты должен прожить минимум 100 лет. Меньшее количество лет это просто не принимается, это просто стыдно прожить меньше 100 лет. И как бы мы ни обсуждали, связано с генетикой, с воздухом, с чем-то еще, точно так же и с богатством. То есть генетически передается или не передается. По большому счету передается через родителей, через воспитание и понимание того, что происходит. Второе, это приобретенное безденежье. Что такое приобретенное безденежье? Я бы прежде всего для себя, я отмечаю, это наше окружение, это ваше окружение. Если вас окружают бездельники, нытики, которые вечно спулят, жалуются на жизнь, обвиняют правительство, государство, все, все, все вокруг, все плохие, они хорошие, но денег у них нет. И живут они, извините меня, не то что впроговорить, но живут от зарплаты до зарплаты. Я бы сказал просто, поменяйте свое окружение. Я бы сказал просто, научитесь говорить нет. Если вам человек неинтересен, ой, ну как же неинтересен, мы с ним знакомы с самого детства, я его хорошо знаю и так далее, и так далее. Ну, ребята, принимайте сами решения. То есть, если будете продолжать общаться с людьми, у которых ничего нет, и их звать никак, то вы и сами будете такими оставаться. Только меняя свое окружение, вы начнете менять что-то в своей жизни. Так вот, это прежде всего ваши друзья, ну, прородственников мы уже, ну, и родственники зачастую, и ваши знакомые. Поменять окружение. Просто для себя можно записать. Родители-воспитание обозначить для себя, если у вас генетическая... Вот покопайтесь в генетической линии, поговорите с бабушкой, я не знаю, с дедушкой. Пусть они расскажут о своих бабушках, дедушках, что и как. И если у вас нет там таких, кто был обеспеченным, богатым человеком, или же, ну, или же, может быть, наоборот, это не страшно. Далее, это наши жены и мужья, и те, и другие. Будь как все. Часто слышали такое выражение от своих жен, а может быть, и от мужей, а может быть, от сыновей, а может быть, от дочерей? Просто напишите, слышали такое или нет. Будь как все. Помните, да? Я думаю, что для вас очень это понятно, и наверняка многие это слышали. Будь как все, нежели богато, нечего начинать. Вот это все, это есть, вот есть то, что в дальнейшем будет формировать наше подсознание на успех или неуспех. Найди нормальную работу. Ну, что ты занимаешься какой-то хренью, извините. Найди нормальную работу, устройся на нормальную работу и будь как все. Завести в друзьях состоятельных людей лучше с миллионами. Да, Федор, хотим мы или нет, но да, так, хотя бы быть рядом с ними. Я вам напомню фильм, я все время забываю его название. Там имя девушки, а у ней папа работал водителем у мультимиллиардера. И вот когда подошло время учебы, кто помнит этот фильм, напишите, как название фильма, подошло время ей учиться и она хотела уехать в Париж, то есть она жила в Соединенных Штатах Америки, хотела уехать в Париж на обучение. Она занималась, по-моему, искусством. И надо было очень крупную сумму денег. И когда отец об этом узнал, то есть она как бы расстраивалась немного, он говорит, не расстраивайся, дочка, у меня деньги есть. И этот разговор услышал хозяин, то есть у которого он работал уже в течение нескольких десятков лет. И он как бы, когда они остались один на один, он спрашивает его, а откуда у тебя такие большие деньги? Он говорит, вы знаете, я делал очень простую вещь. Так как я у вас постоянно расхожусь рядом с вами, то я слышу о том, как вы разговариваете по телефону, общаетесь с людьми и говорите там, какие акции покупать, какие акции продавать, на что стоит обратить внимание, от чего стоит избавиться. Так вот, вы вкладывали там десятки миллионов, сотни миллионов долларов, а я вкладывал для начала сотни долларов, потом тысячи долларов. В результате на сегодняшний день у меня капитал создан более двух миллионов долларов. То есть вот это простое понимание, быть рядом с успешными людьми, прислушиваться к ним и, соответственно, производить какие-то действия. Итак, быть или не быть благосостоянию в нашей жизни. Мы с вами сейчас переслили вторую часть. Так вот, выражение «к ним липнут деньги». Кто из вас слышал такое выражение или в отношении себя, или в отношении кого-то? Кто слышал? «К ним, говорит, просто липнут деньги». Это я не хочу там, скажем так, себя превозносить что-то, но те, кто проживают в Челябинске и знают, чем я занимался и чем занимаюсь, и сегодня чем занимаюсь, мне часто называют, что я денежный эгрегор. Если Мирошенченко, говорит, чем-то занимается, значит, там пахнет деньгами. То есть вот такое я слышал, и я уже сейчас не буду говорить про мастера. Это человек, который меня в свое время дал, вот просто не глядя, дал мне как бы не прозвище, даже как бы сказать это символ, говорит, Соломон, ты, говорит, похож, внутренне похож на Соломона. А Соломон – это самый богатейший вообще правитель был в мире за всю историю. Человек, который правил своей страной 40 лет, у него не было ни войн, ничего за счет того, что у него было много денег, и он грамотно управлял этим капиталом. При этом его народ жил счастливо, без войн счастливо. И вот на таких людей стоит ориентироваться, и нашим правителям, я думаю, то же самое. Это то же самое. Так вот, дорогие друзья, вот это выражение «к ним липнут деньги, хотим или не хотим», это тоже о чем-то говорит. Так вот, я вам просто напоминаю, вот эти 10 слагающих успеха, 10 законов богатства, они есть, и мы их потихонечку начали с вами рассматривать. Можно в это верить, можно в это не верить, но это работает в любом случае. Мы рассмотрели закон подсознательных утверждений и закон честности. Третий закон – это закон всепоглощающего желания. Что такое закон всепоглощающего желания? Вы наверняка знаете, что каждый несчастный мечтает быть счастливым. Каждый больной мечтает быть здоровым. Каждый бедный мечтает быть богатым. Мечтает. Но хочет ли? Вот это понимание. И как это выражение мастера Кудуса – это превратить свою жизнь в практику. Мы много чего можем хотеть. Но превратив свою жизнь в практику, начав что-то делать, я сейчас не говорю конкретно, что. Позже мы будем еще разговаривать и об этом тоже. Что, на что обращать внимание и так далее, и так далее. Начинать действовать. И вот в этот момент, хотим мы или нет, у нас подключает закон всепоглощающего желания. Тогда, когда я действительно не просто хочу, а я желаю. Желаю так, что это в качестве самого яркого примера. На сегодняшний день я мог привести, конечно, пример. Это Анатолий Дарчуиницкий. Все поглощающие желания. Преодолевая все трудности. Не только жизненные, но и финансовые трудности. Мы между собой, Анатолий Дарчуиницкий, называем дорогой длиною в жизнь. Дорогой длиною в жизнь. Человек, который, несмотря ни на что, двигается вперед, вперед и вперед. Вот это как раз всепоглощающее желание. Это когда глаза горят. Когда вас не надо мотивировать. Почему? Потому что вы знаете, куда вы идете. Вы знаете, для чего вы идете. И знаете, к чему придете. Закон всепоглощающего желания. Можете для себя просто записать. Я все-таки подготовлю вот эту распечатку. И в дальнейшем части из вас, кто будет дальше участвовать, постоянно будет участвовать на наших вебинарах, я буду рассылать вот этот материал, знаете, в таком печатном виде. А далее, это то, что мы давно, я уже это не проводил, честно говоря, давно не проводил. Это как раз вот те ключевые фразы, ключевые моменты, которые можно использовать и надо использовать в своей жизни для того, чтобы добиваться того, чего вы хотите. В хорошем смысле слова. Так вот, включается подсознание. Только подсознание, только подсознание начнет двигать вас куда угодно. Вселенная, она безгранична. Во Вселенной есть все, в мире есть все. Богат с невероятной количеством. Вы просто оглянитесь вокруг, сколько... Вот океан. Представьте океан, вы можете черпать из этого океана ложкой, можете ведром, можете цистернами брать, я не знаю, можете эшелонами брать, а он все равно будет полный. И вот так все в этом мире. Если мы возьмем вот все деньги, которые есть у нас на планете и поделим их, вот такой, знаете, живой пример, это не мой пример, но он действительно так есть на самом деле. Поделим пору между всеми людьми, то есть у каждого человека это будет миллионы, чуть ли не десятки миллионов долларов, на каждого человека, включая старика и младенца. Но пройдет некоторое время, и у одних людей опять же сконцентрируется огромный капитал, а у других опять же не будет ничего. И опять к чему этот пример? К тому, что уроки финансовой грамотности. Хотим мы или нет? Нам понятно, знаю, я все знаю. Знать не значит понять, а понять не значит принять. Можете тоже для себя это записать, отметить. Это такое выражение, на которое надо время от времени поглядывать на эту распечатку и осознавать при разговоре с людьми, и особенно для себя само осознавать. Знать не значит понять, а понять не значит принять. Обыграйте для себя. Я сейчас более подробно это не буду раскладывать, но знать не значит понять, а понять не значит принять. И это вы можете что угодно, начиная с того, что я знаю, что курить вредно, но и понимаю я, что вредно курить, но я это не принимаю. Точно так, что я знаю, что существуют законы Вселенной, то есть человек может быть богатым, успешным, счастливым, здоровым, но я это осознаю, но я это не принимаю. Или наоборот, я это знаю, я это осознаю, я это принимаю. Так вот, включаясь, как только включается наше подсознание на успех, оно дает сигнал готовности к успеху или наоборот. Сигнал готовности к успеху или наоборот. Самое главное желание должно быть действительно всепоглощающим. Таким, что тебя не смогут сдвинуть никакие препятствия, отговорки на пути к заветной цели. Никакие абсолютно. И если ты мечтаешь стать богатым, мы мечтаем стать богатыми, но продолжаем работать продавцами в магазине или инженерами на заводе или еще где-то. И понимаем, что с этим багажом нам нечего, мы ничего не будем иметь, кроме мизерной пенсии, нам просто ничего не светит. Значит, надо что-то кардинально менять, либо параллельно начинать готовить что-то еще. И я сейчас больше, наверное, скажу про параллельно готовить что-то еще. Я сам бываю на тренингах, говорю, ребята, не бросайте сразу что-то. Если у вас нет вообще всепоглощающих желаний, когда вы, как говорится, сожгли все корабли и начали двигаться, несмотря ни на что, к своей цели. И опять же, знаете, как пример из мультфильма. Где лучше всего искать мёд? Ну, наверное, там, где есть пчелы. Где лучше всего искать грибы? Ну, наверное, в лесу. А где нам найти деньги? Где нам искать деньги? Наверное, там, где их больше всего. И вот здесь мы уже целый гигантский расклад сделать про нашу технологию. Я, опять же, этот пример подвожу к Скайвей. Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. Это не мои слова. И мои слова тоже. Я хочу сказать, чтобы это были мои словами. Это гигантские отрасли, которые совмещают в себя то, что сделала Циффинсон, Форт и Боин. Просто задумайтесь, дорогие друзья. Я думаю, что те, кто был на экофестивале, те, кто уже давно в проекте, не новички. Они понимают, что всё, что декларируется, всё делается. Где-то это делается с небольшим запозданием. Я вам напомню, ещё раз напомню, что возможно, что здесь всё, было бы всё уже построено, всё уже было бы сертифицировано. И, как говорится, вход в корневую систему был бы закрыт. И многие из нас уже здесь были бы не нужны. Почему? Потому что, если бы не если, а когда мы пришли, первое было приглашение такое серьёзное после России, это Латвия. Это не осуждение. Сейчас у нас с Латвией ребята работают просто невероятно. И огромные идут инвестиции именно с Латвии, с Литвы, с Эстонии. Но мы потеряли год. Год у нас выпал. Если мы бы сейчас вот наметили, что вот год ещё, мы уже сейчас находимся не в 17-м году летом, а летом 18-го года, и уже прошёл бы следующий эко-фест, третий эко-фест, и что к этому времени, что уже произошло, просто задумайтесь, пофантазируйте. Но нам повезло в этом плане. С одной стороны не повезло, с другой стороны повезло. Опять то же самое, что вопрос, хотите, чтобы быстрее закрылся вход в корневую систему, или чтобы он ещё подольше немножко побыл, для того, чтобы мы могли приобрести больше пакета акций. И, соответственно, в дальнейшем это финансовая наша, гигантская финансовая возможность. Так вот, ещё немаловажный момент заключается в том, чтобы зарабатывая деньги, вот заметьте, зарабатывая деньги, чтобы мы создавали ценность и полезность для людей. Вот эта фраза, она ко мне засела после предыдущего вебинара Виктора Тарасова. Нет, даже ещё раньше вебинар был, когда он записывал свой отзыв по Skyway. То есть, почему Skyway? То есть, это заключение финансиста, и одного из лучших финансистов. Заключение заключается в том, что только создавая ценности и полезности для человека, мы можем быть успешными. Сегодня я общался с очень милыми и очень опытными сетевиками, я бы сказал так. Да, сетевиками, которые мне рассказали. Я, собственно говоря, маркетинги ещё даже не смотрел. Меня просто интересует самый маркетолог, и, знаете, вставлял свои маркетинги. Но судило, что они мне коротко объяснили, что Григорий Михайлович, по принципу, хватай, как Сибиряков Сергей Анатольевич говорит, хватай мешки, вокзал отходит, срочно входи, у нас матричная система и так далее, и так далее. И там будут сумасшедшие деньги. Я задаю вопрос, а в чём идея-то? Даже не как зарабатываются деньги, это уже следующее. Я говорю, в чём идея? Они говорят, да не надо никакой идеи. Главное, чтобы зарабатывали деньги. Одна матрица закрывается, мы переходим в другую матрицу, она закрывается, переходим в третью матрицу, закрывается, и в конечном счёте мы будем богатыми. Хотите, я отвечу на этот вопрос? Вообще матричная система фактически, многие в интернет знают, я привёз из Соединённых Штатов Америки, точнее от Дэвида Роузена, ещё в, дай бог памяти, в 2011-м, начало 2019-го года. Проект «Бифангитфо», проект «Подарков». Но проект «Подарков» честен был тем, что это как раз в числе первых краудфайдинговых площадок, краудфайдинговых площадок, где люди дарили деньги друг другу и создавали свои бизнесы, открывали свои бизнесы. Кстати, очень многие после этого проекта открыли свои уже проекты со своими бизнесами. Хорошо или это плохо, это может быть целая дискуссия. Одни скажут, да, это было хорошо, другие скажут, да, это было не очень хорошо. И следующий наш момент будет, это следующий наш закон, это закон ясности намерения, об этом мы можем поговорить и сегодня, но лучше поговорим, наверное, в следующий раз. Закон ясности намерения. Это короткий пример, вы знаете, как прежде чем куда-то идти, ты должен знать, куда ты хочешь прийти. Прежде чем куда-то идти, начинать идти, двигаться, ты должен знать, куда ты хочешь прийти. Это пример, как анекдот про двух девушек. Я думаю, что некоторые из вас знают этот анекдот, и он такой довольно-таки показательный, ясность намерения. Так вот, по поводу ясности намерения. Две девушки встречаются под Новый год, на Новый год, собственно говоря. Ну, одна другой говорит, ну, там, мечтаем, там, то, о том, о том. Одна говорит, да, я мечтаю в Новом году встретить своего парня, чтобы он был красивый, чтобы он работал в банке, чтобы у него было жилье в центре города, чтобы у него была машина и так далее, и так далее, и так далее. Проходит ровный год, они встречаются снова на Новый год. Вот, ось, слушай, говорит, слушай, ты знаешь, вот, все, о чем я мечтал в прошлом году, все сбылось. Вот, все абсолютно. Я действительно встретила красивого парня. Она познакомила его. Вот, но, правда, он, ну, как бы это сказать тебе, он работает в банке, но мелким клерком. Ты знаешь, и жилье у него есть в центре города, правда, комната в коммунальной квартире. И, кстати, машина у него есть, правда, старенькая, москвич, но машина тоже есть. Ясность намерения. Кто фильм «Секрет» смотрел, помните, «Секрет», фильм «Секрет», «Секрет», напишите, кто видел фильм «Секрет». Я думаю, что многие из вас знают этот фильм. Фильм «Секрет». Знаете, да? Замечательно. Помните, да, такой момент в этом фильме, когда мальчик сидел, когда они въезжали в дом своей мечты, то, что они купили дом, когда он сел на коробку и начал стучать ногами по этой коробке. И папа ему сказал, сынок, перестань стучать по этой коробке. Сын спрашивает, папа, а почему эта коробка у нас стоит, давно уже стоит, мы сейчас откроем, что там внутри? Он говорит, ну, давай, сынок, вместе посмотрим. Они открыли коробку, и отец достал оттуда калаш мечты. Я думаю, что многие из вас знают, все знают, что такое калаш мечты. То есть, скажем так, такой рисунок, красочный рисунок, где человек рисует, рисует, рисует свои мечты. Машины, квартиры, дома и так далее, и так далее. Все, что он хочет, хочет, чтобы это исполнилось. Так вот, этот калаш мечты он нарисовал 7 лет тому назад. И когда он посмотрел на этот калаш, он посмотрел на него, и у него появились слезы. А сын спрашивает, пап, в чем дело, почему ты плачешь? Он говорит, сынок, посмотри на этот рисунок. И на этом рисунке был вот тот дом, который огромный они приобрели, был один в один, похож на то, куда они въехали. И вот это, опять же, правильно, грамотно запустить свою цель, свою мечту, именно запустить, отстраниться, для того, чтобы она начала, чтобы вся вселенная начала работать на ваше исполнение вашей мечты, работа подсознания и работа, собственно говоря, всего вот этого эгрегора, успеха, достатка и благополучия, и счастья. Вспомните, если не помните, пожалуйста, просмотрите еще раз, и вы вот вспомните этот момент. Это вот как раз закон ясности намерения, ты четко должен знать, что ты, куда ты, куда ты собрался идти, и в конечном счете, конечная цель, куда ты придешь. А в нашем мире, дорогие друзья, все подчиняется законам природы, они есть. То же самое, что бросить яблоко, оно упадет на землю. Как, впрочем, и все секреты истинного богатства, точно так же подчиняются определенным законам. Их просто надо знать, исследовать этим законам. Разная есть интерпретация, дорогие друзья, разная. И мы все не семь пядей во лбу. И я не супер гуру, чтобы вас заставлять чему-то учиться. Но то, что я вам передам, может быть, даже толчок тому, чтобы вы сами начали это искать. И чуть забегая вперед. Дорогие друзья, вот мое пожелание, мы об этом уже говорили, перестаньте суетиться. Вот перестаньте суетиться, сконцентрируйтесь и наметьте приоритетные дела сегодня же. Это я говорю уже о тех действиях, превратить свою жизнь в практику, которые необходимо делать. Необходимо. Это, опять же, не обязанное. Вы ничего не обязаны никому. Никому ничего не должны. Об этом мы тоже с вами говорили. Никому вы ничего не должны, ничего не обязаны. Но, если вы хотите добиться успеха, финансового успеха уже сегодня, наметьте планы на завтрашний день. Наметьте приоритетное дело по бизнесу для себя. А наше приоритетное дело, оно настолько право. Я могу, вот сейчас можно, и не только я, вы можете массу тренингов прослушать. Вы прослушаете огромное количество материала. Что необходимо делать? Просто-напросто. Первое, что необходимо сделать, это взять телефончик, скайпик и начать звонить людям, начать общаться с людьми. Это так называемый личный комплекс пиньков под мягкое место, которые идут в дело всякий раз, когда в чем-то у вас намечается ступор. А ступор есть общий, особенно у тех, кто уже давно в Skyway. Ступор этот есть. И вот вы меня ничем не переубедите, это есть де-факто. Так вот, эти легчайшие принципы написать и сделать. Пока вы на бумаге что-то не запишите, ребята, 100% вы это не сделаете. Запишите на бумагу, позвоните, наметьте, кому позвонить завтра. Да, нет, телефон не отвечает, что-то еще, вам должно быть пофиг, будьте пофигистами. Просто позвоните. Вот испытайте это на собственной практике, поиграйте в этот пофигизм, позвоните и скажите, что вы уже Skyway, что вы привели акции перспективные, по вашему мнению, компании транспортные, которые в дальнейшем могут дать невероятные финансовые результаты. И вы им звоните только для того, чтобы их оповестить о том, что вы уже здесь. И когда они об этом услышат по телевидению, по радио, либо же в интернет прочитают эту информацию, знайте, я уже здесь, обращайтесь ко мне, я вам помогу, все, отвечу на все ваши вопросы. И, соответственно, вы уже сами примете решение, надо вам это или нет. Итак, что происходит? Мы планируем кучу дел, а может быть вообще наоборот, ничего не планируем. Кстати, большинство людей это и делает, я убеждаюсь, находясь в офисе, убеждаюсь это каждый день. Большинство вообще ничего не планирует. Мы путаемся, делаем второспенные дела вместо главных, а что для нас главное? Для нас главное сейчас делать свое дело. Антон Дорченицкий делает свое дело, Бабурин делает, Сибиряков делает, Инета Аджана, Инета все, и Хавратов, Андрей Хавратов, все делают свое дело. Наше дело общаться с людьми прежде всего. Кто занимается адресными проектами, ребята, занимайтесь этим тоже. Но самое главное это инвесторы. Не надо пугаться, дорогие друзья. Это святое дело. И это святое дело мы можем передать многим людям, стать сопричастным к этому святому делу. А вот когда в конце дня вы ничего не запланировали и результат ноль, я думаю, всем это знакомо. Да всем абсолютно. Если кто-то говорит, что нет, это не так, мы дадим вам слово. Поделитесь, пожалуйста, своими успехами. И под самый конец я, наверное, каждый раз буду вот это повторять. Станьте другом, когда вам нужны друзья. Дарите надежду, когда сами нуждаетесь в ней. Инвестируйте в проект, который становится основой мировой экономики. Есть шанс. Есть шанс стать совладельцем самого крупного бизнеса за всю историю цивилизации. Так, дорогие друзья, давайте дадим шанс своим друзьям, родственникам, знакомым быть услышанными. А выбор будут делать они сами. Я всех благодарю за внимание. До встречи на следующем вебинаре. И просьба, пожалуйста, кто, ребята, у вас есть рядом, скиньте еще раз ролик. Все-таки Виктора Тарасова, Магасу Моя Гузель. Вот предыдущий ролик. Это действительно потрясающая информация. Потрясающая. Я просто хочу сказать, ну все, дорогие друзья, вот свое эго, знаете, уберите и послушайте. У вас будет очень много вопросов, возникнет очень много. Этот вебинар, его точно повторить невозможно. Этот вебинар действительно потрясающий. Хотя где-то слышимость была не очень, но послушайте его. Еще раз всем благодарю. До встречи на следующих вебинарах. С вами был Григорий Мирошниченко, группа компаний Skyway. Город, на сегодня город Симферополь. 6 числа я уже буду в Челябинске и потом на вебинары буду проводить уже непосредственно из города Челябинска. До встречи, дорогие друзья. Желаю вам хорошего вечера или хорошей ночи. И самое главное, самое главное, вот этот пинок, пинок под одно место, не забывайте, пинок самому себе под одно место. Сделайте его и успех вам будет обеспечен. До встречи.